На составшемся в конце января совещании по приоритетным задачам в Кожеве на обувной отрасли глава государства обозначил ряд важных задач. Они играют значимую роль в дальнейшем развитии данной отрасли в регионах, расширении сырьевой базы, широком привлечении иностранных инвестиций. О проводимых в Самаркандской области реформах в сфере перспективных проектах и ожидаемых от них результатах наш следующий материал. Как известно, постановление президента о мерах по дальнейшему стимулированию развития и роста экспортного потенциала Кожеве на обувной и пушно-меховой отрасли от 3 мая 2018 года реализуется комплекс мероприятий, направленных на укрепление позиций отечественных производителей. Только в Самаркандской области за последние три года начали функционировать свыше 130 предприятий обувной и кожевенной промышленности. Стабильную работу получили около 2000 человек. Что касается объемов, то только в 2021 году фабриками произведено продукции на 250 миллиардов сумм. Если, к примеру, в 2020 году 132 предприятия отрасли экспортировали обуви и аксессуаров на 7 миллионов долларов, то в прошлом всего 28 производств отправили за рубеж вышеназванные продукции на 8 миллионов долларов. И география поставок динамично расширяется. Изделия из кожи полюбились как в радиусе ближнего, так и дальнего зарубежья. Продолжим статистику. В ушедшем году в Самаркандской области воплощено в реальность 13 инвестиционных проектов на более чем 82 миллиарда суммов. Трудоустроено около 300 человек. Одно из производств расположено в Самаркандском районе. Спецобувь в 30 наименовании с мощностью 150 тысяч пар в год. Спрос растет. Качество смогли оценить и сингапурские покупатели. Сейчас идут переговоры с партнерами из России и Беларуси. По окончанию 2021 года нами было произведено 150 тысяч пар обуви. На сегодняшний день у нас имеется более 30 видов моделей обуви. В 2022 году у нас запланировано вывести нашу продукцию на экспорт, а именно в Казахстан и другие соседние страны СНГ. На массиве Сарахтыпа ургутской свободной экономической зоны функционирует совместное предприятие по выпуску спортивной обуви и чулочно-носочной продукции, которые также успешно экспортируются. Очевидно, что определяющую роль в дальнейшем развитии играет наличие сырьевой базы. И в этом аспекте переработка кожи выдвигается на первый план. Спрос на качественную кожу крупного и мелкого рогатого скота из данного региона высок и далеко за плетилами области. Катализатором для увеличения выпуска готовой продукции стало возвещение в Катакургане предприятия по переработке и отделке кожи. Инвестиции в размере полутора миллионов долларов стали так называемой основой фундамента. Первым шагом стал запуск совместно с китайскими партнерами девяти баркасов из шести барабанов для очистки кожи. Затем были привезены линии по отжиму и вертикальной резке. На втором этапе внедрена технология, которая уже позволила перерабатывать тысячи единиц шкур в день. Работают более 40 местных жителей. Кстати, в прошлом году за рубеж отправлено данного вида продукции на полтора миллиона долларов. С каждым годом расширяются связи и сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Мы хорошо осведомлены о большом внимании к развитию кожевенной промышленности в вашей стране. Для бизнеса и инвесторов создан благоприятный климат. С каждым днем спрос на вашу продукцию растет. Тому и расширяется география экспортных поставок. В этом году прогнозируем экспортировать продукции на 3 миллиона долларов. У нас есть и планы по дальнейшему развитию. В соответствии с поручениями президента, которые были озвучены в ходе видеоселекторного совещания 24 января, для использования всех имеющихся возможностей в Самаркандском и Ургутском районах будут созданы малые промышленные зоны с акцентом на привлечение инвестиций и увеличение объемов производства экспортоориентированной продукции.